Всем привет! Когда солдат обладает выдающимися навыками и отличной подготовкой, это конечно хорошо, но гораздо лучше, когда в качестве поддержки у таких солдат есть техника. Всем привет! Вы смотрите видео с канала Важного Кота. Сегодня техника от компании Lanart, которая была приобретена мною в том же самом детском мире, который продолжает гнуть свою линию с Global Bros. Здесь у меня танк, который нарисован вот здесь на картинке. Вот такой джип-вездеход я уже рассматривал на своем канале. А в маленькой коробочке находится вот такой комплект. Ракетная установка на джипе и одна фигурка. Также в этой серии можно найти маленький боевой вертолет одноместный, тоже с фигуркой, которая идет. Ну а эта техника, она идет без фигурок. Это просто боевая техника со звуковыми и световыми эффектами. Как мы знаем, Lanart любит применять такие фишки в своих продуктах. Опять же, на данный момент уже недостоверная информация по персонажам, которые находятся в данной серии. Но вот именно эту коробку можно рассматривать как старый вариант, потому что, как я вижу, здесь уже убран один из бойцов-подводников. И также отряд земля убран шведский боец, насколько я помню, или норвежский. В общем, как-то так. Данные наборы, несмотря на то, что Lanart уже продвинулся вперед в легенде своего детища, все еще мусолят идею о борьбе с мародерами. Вот с этими вот тремя несчастными парнями. Вся вот эта вот куча лупит вот этих троих. Вот что из себя представляет один набор. Указанный возраст 3+, набор называется разведчики. В комплект входит фигурка, литник с оружием и сама техника, джип. Сбоку, опять же, можно увидеть рекламу этого боевого вертолета и этой же ракетной установки. У танка же, с одной стороны, рекламируется джип, который все-таки больше похож на некий вездеход или автомобиль-амфибию, судя по его днищу. А с другой стороны, сам танк, который называется волкодавр. Try me! Нажми на кнопку. И мы сразу видим, что вот здесь вот есть кнопка, но, к сожалению, она сейчас не работает. Видимо, дети в магазине ее понажимали до такой степени, что просто сели батарейки. Ну и если предыдущий наборчик был разведчики, то этот называется тяжелая артиллерия. Думаю, начнем с маленького наборчика. Что мне нравится в некоторых наборах от Lanar, так это вот задняя часть, так скажем, коробки, которая представляет из себя некий такой дисплей. Его можно было бы применять, в принципе, как дисплей, как подставочку для полки, но, к сожалению, вот эти вот все отверстия, все это мешает и в итоге выглядеть будет не очень. Итак, в этом наборе идет фигурка, о которой я, по-моему, уже рассказывал. Это Алекс Броуди, позывной его Ракер или Рукер, бывший глава корпуса, предводитель отряда наземных сил, которая впоследствии, после того, как с бандой мародеров было покончено, а один из его лучших друзей Тень превратился в напичканного наноботами психа, взявшего себе прозвище Чума. Вот с тех пор Алекс отошел от дел, передал бразды правления Дождю, так зовут персонажа, который по новой легенде является предводителем корпуса. Несмотря на то, что коробка нам повествует о борьбе с мародерами, мы видим, что форма, в которую облачен Алекс, уже относится по дизайну к новой линейке фигурок, то есть как раз-таки к войне с Чумой и его нанороботами. Кратко напомним, что подвижностью этих фигурок голова, которая может наклоняться, может вращаться, шарнир в плече, который позволяет поднимать и вращать руки, шарнир в локте, который позволяет точно так же вращать и сгибать, торс подвижен и минимальный сгиб тазобедренного сустава, поднять, опустить ногу и согнуть в колени. Вот все, на что способен боец, фигурка бойца с таким типом телоида. Сейчас у Ланардо, насколько я знаю, вышли новые фигурки, которые, возможно, в Россию-то никогда и не попадут, если Детский мир продолжит поставлять нам одно и то же. Вот такой литник с оружием, который идет в этом комплекте. Здесь, как мы видим, есть база для установки фигурки. У фигурок есть отверстие на подошвах, а здесь штырек. И мы можем поставить, по идее, фигурку, чтобы она не падала. Но держится не очень хорошо. Однако, чтобы поставить просто фигурку на эту подставку, достаточно. Хотя нет, кого я обманываю, плохо держится фигурка. Подставка сделана в виде почвы с какими-то камешками. Здесь мы видим, есть несколько вариантов огнестрельного оружия, винтовка с подствольником, гранаты, дымовые гранаты, рация, нож и миномет. Для одной фигурки, я думаю, этого многовато. Поэтому, приобретая подобные комплекты с техникой, можно обеспечить некоторых своих, скажем так, бедных солдат, у которых в комплекте вместе с ними не идет столько вооружения. А вот теперь джип. Данная игрушка не обладает никакими звуковыми, насколько я понимаю, эффектами. Ни звуковых, ни световых эффектов нет. Я обрезал все прозрачные путы, которыми были привязаны различные элементы у этого джипа. И вот что я наблюдаю. Ракеты, которые только что были привязаны и крепко держались, после того, как прозрачные крепления были удалены, стали абсолютно ненадежными. Вот вам, пожалуйста, ракетная установка, из которой вываливаются ракеты. Также это ракетная установка, которая способна работать, пока ей не начинает мешать антенка, которая в конечном итоге, скорее всего, сломается. Возможно, ее как-то можно вытащить. Ракетная установка может подняться, может опуститься и может вращаться. На самой ракетной установке написано 2003 год, Ланарт. А вот на днище джипа 2012 год. Ланарт сделана в Китае. Насколько я помню, в старых наборах, по-моему, были ракетные установки, которые стояли на треногах. Вот точно такая же штука, которая стояла на треножнике, а тут ее приспособили на джип. У джипа есть канистра, такая же, как в китайских наборах, с одной стороны полая, но, по крайней мере, когда ее вставляешь на родное место, она смотрится очень даже хорошо. Руль может вращаться, ветровое стекло может подниматься, правда, непонятно, зачем оно. Можно было сделать и прозрачные вставки. И колеса крутятся. Вот и весь функционал данного джипа. Однако, несмотря на то, что он такой простой, выглядит он очень даже неплохо. И что меня больше всего радует, это то, что у него есть днище. То есть это полноценная игрушка, полноценная машина, в которую можно посадить фигурку, и она будет неплохо смотреться. Единственный минус – это какие-то хлипкие ракеты, которые почему-то не держатся в этой ракетной установке. Они очень-очень легко выпадают оттуда. Я понимаю, что это сделано с целью, чтобы ребенок мог вытащить каждую ракету и отыграть полет этой ракеты, и попадание ее в цель. Болтающаяся ракета – это не очень, но в целом, игрушка, в целом, весь этот набор, он неплох. Но, конечно же, за ту цену, которую просит за него детский мир, я бы, наверное, покупать не стал, потому что цена в районе от 700 до 900 рублей. И купил я ее только потому, что попал на какую-то очередную распродажу. Достался мне этот наборчик рублей где-то за 400. А теперь перейдем к тяжелой артиллерии. Танк «Волкодав». Танк прикручен шурупчиками, придется идти за отверткой. Также вот прозрачные стяжки, которые я уж боюсь отрезать, а то начнет что-нибудь отваливаться. А еще есть вот такая вот инструкция по запуску снарядов. И вы уже видите, как эти снаряды должны запускаться методом щелчка. А также здесь рассказывается про батарейки, которые находятся под башней. Также в коробке под блистерной упаковкой находится какой-то спаренный пулемет, две ракеты, основание, на которое эти ракеты цепляются, и, судя по всему, еще антенна. А вот и сам танк. Вот таким методом у него снимается башня. И вот здесь, внизу, на башне есть отсек с батарейками. Я вижу, что там стоят батарейки, но они, судя по всему, сели. Главное, чтобы не потекли. Батарейки даже менять не пришлось, просто немного поправил, и танк заработал. Тоже здесь есть. Ну, во-первых, нужно установить башню назад. Выглядит достаточно солидно. А пушка напоминает технологовский МСТ. Что очень странно, наклейки, которые здесь есть на танке, они наклеены с обеих сторон. Они, как обычно у ланардовских игрушек, в частности, техники. Покрас и наклейки обычно бывают только с одной стороны. У танка есть какой-то локатор. Собственно, башенное орудие. Башня может вращаться. А на дне имеются вот такие ролики, которые позволяют машине кататься. Гусеницы, естественно, не двигаются, но танк худо-бедно может ездить. На башне открывается люк, куда можно посадить солдата. И он будет стрелять из вот этой спаренной пушки, которая крепится на специальный штырёк. Ланард, 2001 год. С 2001 года выпускается данный танк. Антенна, судя по всему, вставляется вот сюда. Да. Вот этот держатель для ракет нужно вставить таким образом, чтобы решёточка оказалась внутри вот этого отверстия. Да, таким образом эта штука будет держаться. Её можно поднимать и опускать. Ракета имеет отверстие в хвостовой части, которое насаживаются на вот эти штырьки. И вот получается, что у танка есть две ракеты, которые можно запустить методом щелчка. Я этого делать не буду, потому что они сейчас опять улетят куда-нибудь далеко и надолго. Ну а теперь самое главное, то, собственно, что мы с вами больше всего любим, это звуковые световые эффекты, которые издают игрушки от Ланард. Вот, адская долбёжка. Но я думаю, детям будет весело. Позаимствуем Алекса и попробуем его усадить в танк за орудие. Примерно как-то вот так это будет выглядеть. Ну, стоит учитывать ещё тот момент, что 2001 год, это, по-моему, ещё тогда выпускались фигурки старого типа, такие как старый G.I. Joe с резинкой посередине. И это, наверное, больше всё-таки заточено под них, чем под фигурки нового формата. Но что я могу сказать в итоге? Лично мне вот эта техника понравилась куда больше, чем та, которая была в предыдущем выпуске. А там, я напомню, был маленький самолёт и вот тот самый вездеход, джип с зенитной установкой, которая стреляла примерно с таким же шумом и с таким же дёрганьем орудий. Кстати, орудие у танка может немножко подниматься. Вот совсем чуть-чуть. Ствол при необходимости можно вытянуть. Засунуть уже не получается. В общем, данная техника, на мой взгляд, значительно лучше, чем предыдущая, которую мы видели. Не сказал ещё то, что танк я покупал, в принципе, давно. И сейчас цена на тяжёлую артиллерию, то есть на наборы, которые называются тяжёлая артиллерия, приблизительно варьируется от 1200 до 1600 рублей. Опять же, брал я его по распродаже. И вот всё, он лежал, ждал удобного случая, пока не подвернётся ещё один наборчик, чтобы сделать вот такой обзор сразу на два игровых набора от компании Lanart. На этом я закончу данное видео, поэтому можете поставить лайк, если оно вам понравилось, вступить в группу ВКонтакте, подписаться на канал, поделиться видео с друзьями, прокомментировать видео. С вами был Важный Кот, техника от Lanart. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!